значит товарищи у нас сегодня очередной уже 33 между прочим занятия кружка по капиталу исследуем мы все раздел 7 процесс накопления капитала как же это процесс то идет а что такое накопление капитала товарищи накапливается накапливаешь такое деньги товар деньги штрих ну и что это процесс производства Плюс получается, ну, получается еще в процессе производства добавляется прибавочная стоимость, и вот когда капитал прирастает на прибавочную стоимость, это увеличение капитала. Увеличение? А накопление-то что такое? Когда этот процесс происходит постоянно. А накопление капитала что такое? Тоже процесс. Ну да. Вот вы сидите в пещере и копите сокровища. Капитал, он когда вот так вот произойдет новый капитал, и потом этот капитал, он заново, так сказать, реинвестируется, и на него, как и на предыдущий большой капитал, тоже приобретаются средства производства, рабочая сила. А вот как выражается по этому поводу товарищ Маркс. Применение прибавочной стоимости в качестве капитала, или обратное превращение прибавочной стоимости в капитал, называется накоплением капитала. То есть превращение прибавочной стоимости в капитал. То есть вот капиталист ободрал рабочих как липку, получил прибавочную стоимость, и во что он ее может превращать? В капитал. Капитал. А как называется то, что проесть? Маркс называет. Доход. Значит, капитал и доход. Значит, что здесь дальше? Какие узерки можно завязать? Значит, для того, чтобы накоплять, необходимо часть прибавочного продукта превращать в капитал. Но не совершая чуда, можно превращать в капитал и в такие предметы, которые могут быть применены в процессе труда. То есть средства производства, а также такие предметы, которые поддерживают жизнь рабочего. То есть жизненные средства. Вот. И далее. Чтобы заставить эти элементы фактически функционировать в качестве капитала, краскапиталистов нуждается в добавочном количестве труда. Об этом позаботился самим механизмом капиталистического производства. Он воспроизводит рабочий крас, как крас зависящий от заработной праты. Обычный уровень, который достаточен не только для его самосохранения, но и для его размножения. Вот обратите внимание. Он воспроизводит рабочий крас, как крас, зависящий только от заработной праты. Ну, а коль так, то обычный уровень заработной платы достаточен не только для его рабочего краца самосохранения, но и для его размножения. У нас сейчас не так. Да, у нас сейчас не так. Вот посчитали, товарищи, стоимость рабочей силы 360 тысяч, чтобы было трое детей. Ну, а на зарплату, которую зачастую сейчас получают, которая даже считается большой, вот, например, наш дорогой генеральный директор, он приехал из Рубцовска, где очень счастлив, что зарплату на тамошнем машиностроительном заводе поднял с 16 до 25 тысяч рублей в месяц. И не понимает, а что мы тут на него так зробно смотрим, зарплатами 30 и так далее. Вот, так что, ну, 25 тысяч, я думаю, понятно, что такая зарплата, она даже воспроизводство одного ребенка не обеспечивает. Тем более, троих детей необходимых вот именно для расширяющегося, хотя бы чуть-чуть расширяющегося. Три и трое детей – это сохранение в основном рабочей силы, а тут это не размножение, это просто сохранение. Вот, вот это вот накопление капитала, рассматриваемое конкретно, сводится к воспроизводству его в расширяющемся масштабе. И кругооборот простого воспроизводства превращается, ну, тут Симпсон некий приводится, по выражению Симпсона, в спираль. То есть, вот этот вот капитал, это самовозрастающая стоимость, как говорил Михаил Васильевич, ну, это не прозвание, до него Маркс еще. И она должна самовозрастать. Расширение производства. Расширение производства. А что это круг? Да, тогда круг. Это такой гипотетический случай, мы его рассматривали на прошлом занятии, когда капиталит все, что прибыль, он ее съел. А что получается у нас? У нас производство самое сужающееся. Да, то есть, вот на примере вот ряда предприятий, бывших некогда высокотехнологичными и способных 30 лет назад воспроизводить все и производить научные исследования любого уровня, вот, к сожалению, не скажу на всех. На ряде судостроительных предприятий, авиастроительных предприятий что-то там как-то попытаются сделать. И вот в целом все это идет по нисходящей, по нисходящей, вымываются кадры, а почему главным образом? Не входываются средства ни в обновление производства. Тут опять же наш дорогой генеральный директор на летучке распространялся, что вот, а что вы хотите, у вас стенды 73-го года, никто на них не клюнет. Во-первых, там железо главное все-таки в стенде, а железо там добротное, а электронику там для записи можно повесить, это не вопрос. А во-вторых, у меня язык чесался, сказать ему не у нас, а у вас. Вы руководитель предприятий, что вы намерены вообще сделать, чтобы как-то это дело поднять. У меня уж вякать не старое, и так много вякаю. Так что поэтому по любому поводу уже не будешь здесь. Может, он услышит ваши. Да, Антон Петрович, будьте добры, объяснитесь. Только не собственник ли должен производить модернизацию? Значит, генеральный директор – это представитель собственника. Ну да, с одной стороны. Вот, это со всех сторон. Ну, можно ставить вопрос. Значит, вот здесь опять же я хотел бы сказать, мы об этом уже вроде говорили на кружке, что современная модель бизнеса в России, она, к сожалению, очень распространена на каком уровне. Вот есть хозяин. Хозяин этот нанимает, ищет где-то генерального директора. Энергичного, шустрого парнишку, которому дают там ократ 100, 150, ну не 100, конечно, 150, там 200, 250, 300 тысяч. Ну, очень большой, конечно, для него. Он зачастую простой, там, из рабочей семьи. Тут не ставится задача, чтобы просто человек сидел на должности и проедал, а тут ставится задача поставить человека, который бы приносил прибыль. И перед этим парнишкой ставится задача. Вот ты каждый месяц занимайся дирами так, чтобы ты каждый месяц мне куда-нибудь там в Чехию, в Черногорию, на Кипр переводил 10 миллионов рублей. Вот будешь переводить 10 миллионов рублей или больше, будешь сохраняться, и в качестве генерального директора я тебя еще и поощрю, в шоколаде будешь. Если не сможешь эту цифру воспроизводить, ну тогда там месяц-два посидишь на гором ограде, а потом я найду кого-другого на эту должность. И вот, значит, этот парнишка бегает, суетится, то-се, весь в мыле. У него там техника старая ромается, зарплаты маленькие, кадры разбегаются, а денег-то вроде и нет. И вроде они видят, что действительно он старается, а денег-то нет. Если кто-то там начинает выступать, он там говорит, ну а что вы хотите от меня? А вот у тебя зарплата, мы узнали, 300 тысяч. Ну хорошо, у вас 100 человек работает, эту зарплату поделите между собой, будет у каждого сейчас не 30 тысяч, как сейчас зарплата, а 33 тысячи. И вот этого обогатитесь, а без меня-то тут вообще все станет. Ну они так ее пучешут, вроде да. А сидит вот этот паразит, который 10 миллионов утягивает. Хотя бы 3 миллиона из этих 10 пустить бы на зарплату, и уже у людей было бы не 30 тысяч у этих 100 работников, а 60. 60 тысяч, ну это уже о чем-то можно говорить как-то. Хотя тоже, конечно, не воспроизводство рабочей силы не добиться. И оборудование тоже хорошо бы, тоже еще миллионщика 3 в месяц на оборудование. Ну хватит тебе 4 миллиона-то в месяц, кушать-то сколько можно. Но это вот у них вот эта вот страсть. И это вот на такой чисто паразитической модели. Сейчас вот капитализм в России, он во многом функционирует. А в государственных предприятиях там другая беда. Я уже о ней говорил, вот, на семинаре в Красном университете. Что вот ставят директора, как правило, это какой-то там, чей-то там знакомый. И, так сказать, вот первичный директор, директора предприятия вторичные. Вот он император, и надо, чтобы ему было хорошо. А то, что там кадры, он выгоняет. Кадры, которые знают предприятия, знают производство, и зачастую добросовестные, там, советских времен. Он ставит там своих каких-то придурков, извиняюсь за выражение. И все рассыпается. А вот он нельзя. Он император. Он вот у нас все для человека, все во имя человека. Фамилии этих людей известны. А это может сочетаться даже, скажем, когда в каком-то акционерном обществе. Там контрольные пакеты государства. Вот государство вот так ставит директора. А там еще есть шустрые частники, которые стригут купоны. Они с директором договариваются, чтобы он им бы туда побольше скидывал бы. Вот это тоже вопросы. И что это через офшоры из России, дорогой. Так что вот это такие вопросы непростые. Не так просто, что это все в спираль, и она возрастает. Далее. Ну, тут в самом начале Маркс приводит такой пример, что вот пусть, например, предельный фабрикант авансирует 100 тысяч фунтов, 10 тысяч фунтов стерлингов. И в том числе 4,5 в виде средств производства и 1,5 в виде заработной праты. Допустим, уже годно он производит тут ля-ля-ля. И получается у него 2000 фунтов стерлингов прибыли, прибавочной стоимости. При норме эксплуатации, при норме прибавочной стоимости, которая характеризует степень эксплуатации, 100%. Вот вас не смущает, что он уложил 10 тысяч степень эксплуатации 100%, а получил 2000? Как это? Так, вы, Сергей, морчите. Ну, то есть, берется переменный капитал 1,5. То есть, вот эта степень эксплуатации, она берется из переменного капитала. Поэтому, когда вот говорят, иногда вот у нас даже вопросы бывают, что вот вы там кучук по методу Маркса посчитал, что там необходимое рабочее время не превышает часа 30 минут на современном предприятии. Остальное все добавочное время. Говорят, а вы забыли, ведь сколько ж надо вкрадывать в современное оборудование, то, сё, это же всё. Тоже денег требует. Вот это люди, которые неграмотные, не знаешь, такой степень эксплуатации, рассчитываем по методике Маркса. По методике Маркса, вернее, не по методике Маркса, а по факту, стоимость средств производства, она вся переносится на конечный продукт без изменений, поэтому как некую константу и вообще в расчетах не учитывают. А степень эксплуатации – это отношение капитала, авансированное на заработную плату, к, как сказать, вернее, наоборот, отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу. Вот поэтому здесь ни в коем мере не задействованы средства производства, которые просто переносятся на вновь создаваемый продукт. Это чисто именно степень эксплуатации. Так, ну это мы отвлеклись. Значит, вот это вот 2000 фунтов стерлингов, прибавочная стоимость, самовозрождение, не заключало ни единого грана, ни единого атома стоимости, который не возник бы ни из чужого оплаченного труда. И это вот та дань, которая годно вырывается у краса рабочих. И рабочий крас своим прибавочным трудом в течение данного года создал капитал, который в следующем году даст занятие добавочному количеству труда. Вот чем суть того, что называют «порождать капитал капитаром». Здесь вот дальше интересно, что вот вообще говоря, частная собственность, она очень часто ассоциируется с той собственностью, которую мягкий буржуаз, скажем так, что эти мягкие буржуазии зарабатывают своим трудом на своих средствах производства. И я вот могу сказать, как человек, переживший перестройку, что вот очень многим было не разъяснить, когда вот разрешали кооперативы, разрешали там марые предприятия, даже называют государственные, разрешали там всякую индивидуальную деятельность, разрешали, закрывали гроза на спекуляцию и так далее. Было не объяснить, что вот из этого вырастет капитализм, неминуемо придем к капитализму. Люди считали, что это вот нормальная частная собственность, это моя частная собственность, я произвожу, и, соответственно, а капитализм, вот когда эксплуатируют рабочих и так далее, это вот воспринимается как нечто даже противное, чьи идея частной собственности. Ну какая же это частная собственность, тут все понимали, когда там 90% населения никакой собственности не имеет, а только 10% имеют. Что, царство частной собственности, что ли? Нет, это вот царство частной собственности, когда все трудятся, все своим трудом зарабатывают, никто никого не эксплуатирует. Короче, такие прудоновские представления, которые 150 лет спустя после прудона, они вот овладели в конце 80-х годов массами со страшной силой. И было не переубедить. Ну вот, а что Маркс пишет по этому поводу. Отношение обмена между капиталистом и рабочим становится таким образом только видимостью, принадлежащей процессу обращения, пустой формой, которая чужда собственному содержанию и затемняет его. Постоянная купля и продажа рабочей силы есть форма. То есть это некая форма, которая затеняет содержание. А содержание заключается в том, что капиталист, часть уже овеществленного чужого труда, постоянно присваиваемого им без эквивалента, снова и снова обменивает на большее количество живого чужого труда. То есть он старый чужой труд обменивает на новый чужой труд во все возрастающем объеме. Первоначально право собственности выступало перед нами как право, основанное на собственном труде. Ты ших-костюм, ты его собственник, ты его несешь куда-то там обменивать на сапоги у сапожника, собственность того сапожника, который их ших. Это допущение должно было быть правильным, когда на рынке друг другу противостоят лишь равноправные товаровладельцы. Причем средством для присвоения чужого товара является исключительно отчуждение своего собственного товара. То есть хочешь сапоги, которые сапожник произвел, изволя отдать ему сюртук, который ты пошир, а иначе никак. Теперь же оказывается, что собственность для капиталиста есть право присваивать чужой неоплачиваемый труд или его продукт, а для рабочего означает невозможность присвоить себе свой собственный продукт. Вот такое царство частной собственности. Один присваивает чужой неоплачиваемый продукт, а другой не имеет права себе присвоить тот продукт, который он произвел. Отделение собственности от труда становится необходимым следствием закона, исходным пунктом которого было, по-видимому, их тождество. То есть вот этот так называемый свободный рынок, товар, как Виктор Иванович Гарко, и для него, конечно, Маркс на первом самом занятии говорит, что товар – это та клеточка, из которой вырастает капитализм. Вот поэтому все вот эти товарники, и то же самое было у нас в стране, когда экономисты-товарники, так называемые, с которыми боролся Михаил Васильевич, в частности, еще в 70-х годах, ну вот они как-то вот смогли, надо сказать, внушить, многим овладели общественным сознанием, можно сказать, и многим внушили, что вот товар – это ничего страшного, вот может быть такое, что вот все вроде бы и спекулянты могут быть, а что такого, они где-то покупают, где-то продают, аж никого не убивают, не режут, оттуда, где мара, они везут туда, где много, и что это? Оттуда, где много, они везут туда, где мара, и что же это, преступление, что ли, за это в тюрьму надо сажать? Ну это ненормальное, что-то искусственное такое получается. Ну вот это все, так сказать, а из этого товара, как из клеточки, вырос капитализм. Я так понял, что даже профессор Сергеев не выступал против рынка товаров. Не помню. Среди моего выступления. Вот это я не помню такого. Если вы смотрели его, может быть, он был захвачен где-то как-то вот этой вот, как сказать, вот этой варной всеобщей, а потом, смотрите, это же идет от Сталина еще где-то как-то. Вот Сталин в экономических проблемах социализма писал, что вот в сфере производства товаров для потребления действует закон стоимости. А Сталин был не дурак. Откуда у него такая мысль появилась? Потому что вот в производстве товаров народного потребления, в отличие от производства средств производства, производство средств производства там что? Там, скажем, производится там рекомотив где-нибудь там на заводе имени Ленина. И уже известно, на какую железную дорогу он пойдет. Это все вправо. Да, это все вправо. А если вы производите, скажем, бруски там какие-то на весну, ну, вроде столько-то человек населения, столько-то женщин, столько таких-то, ну, примерно так, размеры это все на самом деле известно процентом. Вы нашли брузок, они там синие, а во Франции кто-то там показался в розовой бруски, и все, экран-то эти ваши синие бруски никто не покупает. То есть, и потом, что хочешь с ними, то и делай. То есть, это, конечно, определенная стихия здесь имеет место быть, но как с ней можно бороться? Вот вроде бы на фабрике, на какой-то, скажем, производящей те же бруски, или там ту же обувь, повысилась производительность труда. Стали производить вместо, там, скажем, 100 пар обуви на человека в день, 150 пар обуви на человека в день. Вот что тут делать? Можно повысить зарплату рабочим этой фабрики, а можно понизить цену на обувь. Вот вроде бы это что так, что эдак, что в лоб, что порбу. А какой все-таки путь принципиально прогрессивнее? Снижать себестоимость. Да, нет, себестоимость они уже снизили. Вот они за счет снижения себестоимости, повышения производительности труда, они вот отдавили. А теперь вот понижать цены. Но вроде бы рабочих-то, которые… А какой тогда будет стимул рабочих повышать производительность труда? И вообще у фабрики? Ну, это индивидуально-то тоже надо, и руководство фабрики надо поощрить. Ну, когда исходя из этого показателя снижения себестоимости, производительности труда. Вот как было в сталинские времена? Я не скажу, что всюду так было, но, по крайней мере, на оборонных заводах, наряде я знаю. Значит, вот рабочий какой-то придумал приспособу. И за счет этой приспособы, без дополнительных усилий, а чисто вот за счет того, что она удобная, он вместо ста деталей изготавливает даже двести иной раз. Там иногда очень резко это возрастало. Вот что с ним делали? Во-первых, ему выписывали премию. Какое-то время не повышали. Да, и какое-то время не повышали. Какое-то, 6 месяцев обычно. 6 месяцев не снижали расценки. Не снижали расценки. К чему это приводило? Что все коллеги его в Епсерно-крестности делали такие же приспособы. И он, во-первых, сам получал премию. Во-вторых, он 6 месяцев дополнительного повышения зарплаты за счет того, что это самое в большей выработку давал при тех же усилиях. И он еще и товарищей накормил. То есть, он пользовался доверием, уважением в коллективе. Людей накормил вокруг себя. Это всех радовало. А потом раз, и оптовые цены на это снижали. А все за оптовыми и розничные. И как это воздействует на стихию рынка в сфере? Ну, это всюду практиковалось. В обороне, в оборонной промышленности, конечно, там нет. А вот, скажем, то же самое при производстве обуви. Это значит, цены на эти ботинки упали там. Ну, упали. Это что значит? На эти ботинки снизилась трудоемкость. Их стали производить больше с меньшими затратами. А раз цены на них упали, значит, их стали и покупать больше. То есть, спрос, он с одной стороны стихийный, но с другой стороны, он, конечно, канализуется туда, где ниже цены. И вот это управление спросом определенное. А, скажем, икра, она, так сказать, ну, она как осталась, так и осталась. Ботинок ты можешь больше купить, а икры на ту зарплату меньше. Поэтому при Сталине стояло у входа в магазин бочка с икрой. Так, как говорят, кому она помешала? И там действительно были, так сказать, реально. Не только причем в столицах, но, по крайней мере, в крупных городах. Там всякие карбасы, копченые, сервераты и всякая хрень это в магазинах и жара. Денег тогда у людей не было. Да, мало. Немного покупали. Но надо вот, если бы взяли путь после Сталина. По крайней мере, я вот, у меня воспоминания, я еще в школу не ходил. Это где-то, значит, года до 72-го. Я сижу утром у радио, и такой хорошо поставленный голос. Я, кстати, не удивлюсь, если Левитан еще был жив тогда. Я не знаю, когда Левитан умер. Говорит, сегодня, как вот при Сталине, наверное, зачитывали 1 апреля, там, про снижение цен, да? Но он развещает. Значит, сегодня принято решение о повышении заработной платы. В такой-то отрасли на столько-то процентов, в такой-то отрасли на столько-то процентов. К чему это привело? Люди с большой зарплатой, они побежали за этой икрой, побежали за карбасой, и вот результат. Так что это вот такое вот. Это вот от показателей зависит. Поэтому здесь вот, как это, это мы от чему отвлеклись, значит? Как бороться с стихийностью. Это мы немножечко вильнули в сторону. Как бороться с стихийностью можно? То есть, получать зарплаты, они равномерно, как бы, могут, ну, они могут... Значит, вообще говоря, хоть, как бы, это и не совсем зарплаты, это, как бы, трудовые квитанции, которые мы получаем при социализме. Но это трудовые квитанции, они настолько универсальны, что они внешне почти не отличаются от денег, получаемых. Потому что вот это может привести к... Это стихийно, конечно, потому что это определенная стихия здесь есть, да. Если вы не можете... Что подразумевает закон стоимости? Закон стоимости подразумевает, что если кто-то там накинулся на карбасу, да, все кинулись на карбасу покупать, цена на эту карбасу, хоп, и все отрегулировалось. А карбасу становится производить выгодно. Ее начинают все производить, и рынок насыщается, и карбаса, она в количестве есть. То есть, закон стоимости – это регулятор товарной рыночной экономики. Регулятор. Он вот указывает, что производить сейчас выгодно, что невыгодно, и смотрит, следит за равновесием вот этого спроса и подражения. Если у вас цены на карбасу зажаты, ну, тогда вот да, будет такое вот. А производительность вообще, говоря, труда при производстве карбаса, она что же, по идее, должна расти, правильно? Мы богатеть-то должны. Закон роста производительства труда – это всеобщий закон. Ну, не растет, ну, не повышайте вы там цену на карбасу, ну, делайте-то там больше, куриц там больше. На этих куриных фабриках сейчас производительность безумная вообще. Там все само делается. И вообще в пищевой промышленности сейчас самая высокая производительность. Так что это вот так вот. И вот дальше. Как бы не казалось, что капиталистический способ присвоения противоречит первоначальным законам товарного производства, он порождается отнюдь не нарушением этих законов, а наоборот их применением. Бегарий ретроспективный взгляд на последовательные фазы движения, заключительным пунктом которых является капиталистическое накопление, еще раз покажет нам все это. Вот это здесь прорабочен значит. Один из обменивающихся продает свою рабочую сиру, другой покупает ее. Первый получает стоимость своего товара и тем самым отчуждает его потребительную стоимость, то есть труд в руки другого. Тогда второй превращает средства производства уже принадлежащие ему при помощи этого также принадлежащего ему труда. Новый продукт, который точно так же принадлежит ему по праву. Закон обмена обусловливает лишь равенство именовых стоимости обменивающихся друг на друга товаров. Он с самого начала предполагает различия их потребительных стоимостей и не имеет никакого отношения к самому процессу их потребления, который начинается лишь тогда, когда акт торговли завершен. Следовательно, первоначальное превращение денег в капитал совершается в самом точном согласии с экономическими законами товарного производства, вычекающим из них правом собственности. Несмотря на это, в результате оказывается, первое, что продукт принадлежит капиталисту, а не рабочему, что стоимость этого продукта, кроме стоимости авансированного капитала, заключается и прибавочную стоимость, которая рабочему стоила труда, а капиталисту не стоила ничего. И тем не менее, составляет правомерную собственность последнего. А также это означает, что рабочий сохранит свою рабочую силу и может снова продасть ее, если найдет покупателя. Так, мы видели, что даже при простом воспроизводстве весь авансированный капитал, кого бы ни было первоначальное происхождение, со временем, минуем, превращается в накопленный капитал или капитализированную прибавочную стоимость. И представляет своей величиной бесконечно малую. Вот это первый параграф. Так, далее. Второй параграф. Ошибочное понимание политической экономии и воспроизводства в расширенном масштабе. Вот что тут не так понимает политическая экономия и воспроизводство в расширенном масштабе? Ну, там было замечание насчет Смита, который говорил, что прибавочный продукт он поглощается самими работниками, то есть производителями. Ну и, честно говоря, хотелось бы почитать Смита как раз. Значит, там ничего нового нет. Дело в том, что Смит и вообще, так сказать, вот эти политэкономы, он говорит о чем? Он говорит о том, что вот нам природа-матушка дает все бесплатно, поэтому вот мы, скажем, капиталист потратил, получив прибавочную стоимость, ну, что-то он там съел, ладно, опустим это, но он потратил ее на накопление, то, что он пустил на накопление, он потратил на средства производства и на постоянный переменный капитал на средства производства, на рабочую силу. Но вот он купил средства производства, но там-то то же самое. Если пренебречь эти, получается, что там-то тоже и там было потратено средства производства на рабочую силу. И так оно дробится, дробится, как они пишут и так далее. И получается, что если мы дойдем до самого низа, до тех, кто там руду берет из земли, то получается, что как бы все уходит на зарплату рабочим. Но, во-первых, кроме рабочих, есть еще капиталисты, которые что-то тоже кушают все. У каждого из вот этих капиталистов в цепочке, у них кроме части прибавочной стоимости отправлены на накопление, есть еще и часть прибавочной стоимости, отправленной в доход. То есть, то, что они едят. Если бы только ели, а не себе яхты строят 160 метров. Зачем, я не понимаю. И так далее. То есть, конечно, да, если убрать вот этот момент, но тут еще есть еще один момент. Вот здесь капиталисты, кроме труда, вернее, рабочей сиры, приобретаемыми для производства продукта, который они отправляют на продажу, они еще есть еще такой, как труд, покупаемый ими для удовлетворения своих естественных социальных потребностей. Этот труд не является производительным трудом. Вот это вот Маркс пишет. То есть, садовник, который, скажем, обслуживает там сад у какого-то капиталиста, или там его там дворник, домработница, там слуги и так далее. Это все непроизводительные работники. Это все непроизводительные работники. Поэтому услуга, даже если она оказывается и рабочему, она тоже, человек, который оказывает услуги рабочему, он не является производительным работником. И отсюда вот этот парадокс, когда вот машинист, везущий товарный состав, он рабочий, а машинист, который везет людей, он получается нерабочий. То же самое, летчик грузового самолета – это рабочий, а летчик – это он нерабочий. Но это уже здесь такие нюансы, которые вот вытекают. И здесь… А, стойте. А если в аэропорту перекладывают личные чемоданы пассажиров, то это уже рабочий, да? Личные чемоданы пассажиров? Ну, то есть не для производства, получается? Ну, услугу оказывает. Почему? Ну, услугу оказывает. Ну, да. А грузчик тот же в аэропорту, который грузит чемоданы в самолет, он уже рабочий. Но он же как бы не с человеком работает. У него, в принципе, да. Вот, скажем, это самое, я вот в молодости хартуга, там, в распромхозе вазир на этом, на ДГ-164, дрова по людям. Вот я дрова по людям вазир, но дрова вазир не людей, но людям, но дрова. Поэтому она будет рабочим. Ну, как дрова, пока тут лежат, они никому не нужны, а когда людям ты их привез, это вот... Они имеют потребительную стоимость. А у них, по сути, стоимость возрастает. Конечно. Дрова там... А с чемоданом, ну, он как принадлежал человеку, так и принадлежит тому хозяину, но он в этой стране, ему не нужен чемодан, а в той он ему нужен. Как бы ты же материю перемещаешь. А носильщик на вокзале? Ну, так вот, что носильщик нерабочий. А носильщик рабочий или нерабочий? Ну, Виктор Иванович сказал мне не заморачиваться и... Это зависит от характера его производства. Если это носильщик, то ли на... Нет, нет, носильщик на вокзале, я имею в виду. На вокзале услугу оказывает. Услугу оказывает. А вот наш товарищ по парте из Москвы, который в порту Шереметьево чемоданы кидает, не видя, причем, пассажиров, хозяев этих чемоданов. Он рабочий, получается, он совершает, просто это не услуга у него, это наемный труд. То есть, если он напрямую не общается, ну, скажем... Из чего формируется производственный труд? Там же было производство энергии... Производство вещей? Производство, транспортировка вещей, производство энергии. Транспортировка вещей не подходит? Подходит. А носильщик транспортирует на вокзале? Если он учит вас, лечит вас или там подстригает вас... А если он чемодан ваш везет? А чемодан, ну, это уже, мне кажется, рабочий. Скорее, получается, услуга. Но я так понимаю, если мы говорим о носильщике, который... А получается... И предлагает свои услуги, да? Да, продает свою также рабочую силу. Вообще, если он ваш чемодан везет, это, может, и рабочий. То есть, он вас везет, как Вера Викша, тогда это услуга. А если он чемодан ваш везет... То есть, это транспортировка вещей. Транспортировка вещей. Материя лежала тут, а мы ее туда переложили. А то, что хозяин бежит рядом, это, в общем-то... Наверное, да. Ну, это вот граница. Тут на границе тяжело всегда. Ну, вообще, короче, значит, почему... Еще раз, вот в чем вот эта ошибка политэкономии? Вот эти вульгарные политэкономисты, СМИТ в том числе, они говорили, что вот вся прибавочная стоимость, она в конечном итоге идет в переменный капитал, в зарплату рабочих. А Марс говорит, что, конечно же, нет, потому что есть и доход капиталистов на каждой стадии производства, и есть и непроизводительный труд людей, которые обслуживают капиталистов, а производительными рабочими при этом не являюсь. Ну, и можно добавить, что и обслуживают рабочих тоже. Вот. А далее вот третий пункт. Разделение прибавочной стоимости на капитал и доход. Теория воздержания. Это вот как раз вот как вот делится то, что рабочие принесли капиталисту, он какую-то долю должен съесть, а какую-то долю он должен пустить в производство, если он, конечно, это хочет. Сейчас капиталисты зачастую практически все едят, чуть-чуть там оставляют, чтобы что-то теплилось чуть-чуть, а остальное едят, в смысле, и выводят за рубеж. А чтобы капитал развивался, ну, чтобы что-то оставалось. Прибавочная стоимость не только первый или второй фонд, но имеется в виду фонд накопления и фонд потребления капиталиста, а то и другое вместе. Это деление производит именно в роде с прибавочной стоимости, капиталист. Оно является актом его воли. Вот сейчас у капиталистов такая воля, что куда-нибудь за зубу гор вывезти. Вот у нас такие повешенные. Воля, да, у них. А вот дальше смотрите. Лишь постольку, поскольку капиталист есть персонифицированный капитал, он имеет значение, и то историческое право на существование, ну, и, скажем так, и историческое право на существование. То есть, капитал, который паразитирует и все проедает, он право на существование объективно не имеет. Цель капитализма – это организовать производство. Главная цель – это персонифицированный капитал, а капитал, капиталист – это персонифицированный капитал, а капитал – это самовозрастающая стоимость. Если это условие не выполняется, капиталист себя исторически свое существование не оправдывает. Это вот так вот получается. Ну, так теоретически, как фанатик, самовозрастание стоимости, тут вот сказано, фанатик, он безудержно понуждает человечество к производству ради производства, следовательно, к развитию общественных производительных сил и к созданию тех материальных условий производства, которые одни только могут стать реальным базисом более высокой общественной формы. основным принципом которой является полное и свободное развитие каждого индивидуума, то есть коммунизма. То есть базис коммунизма куется при капитализме. Вот отсюда попало в программу большевиков. Да, я думаю, Марк не в одном месте об этом писал. Вот. Ну, то есть это вот о чем говорит? Это говорит о том, что у нас капитализм… Во-первых, это говорит о том, что развитие производства капитализмом надо поощрять. Оно ведет к развитию рабочих, и оно ведет само по себе укропнение капитала и так далее. Хоть монополии все и ругают, но государственный монополистический капитализм, империализм – это притеча социализма, как мы знаем, последняя стадия капитализма. И вот это вот надо иметь в виду. И поэтому надо понимать, что когда где-то все-таки вкрадываются какие-то деньги, на Бартийском заводе строительства ледокоров, в Казани, где модернизируется завод, и там как-то пытаются производить бомбардировщики Ту-160, там интересные вещи мне рассказывали по этому поводу, или где-то еще. Это вот надо понимать, что это все равно, так сказать, это все без этого. Если мы останемся на развалинах, здесь капитализма не построишь. Иногда говорят, вот, пускай разрушается производство, тогда все увидят, что капитализм – это плохо, и все пойдут за социализм агитировать. Вот там где-то в году, в 91-м, 92-м, это вот такая мысль вроде бы и мира права на существование. Но мы сейчас уже обогащены историческим опытом, у нас уже 30 лет разрушаются заводы, и сотни тысяч, миллионы людей вот буквально пропали из-за этого, то есть умерли с голоду, спились, где-то там погибли от бандитизма на развалинах этих заводов. Это же миллионы, десятки миллионов даже порушенных человеческих судеб, та деиндустриализация, которая у нас прошла по стране и до сих пор идет, она приводит к многочисленнейшим человеческим трагедиям. И что, люди, так сказать, с одной стороны, повысилась там ностальгия по СССР в обществе, вроде бы как-то так общество Поливера. Но с другой стороны, вот пока еще видно, что, во-первых, люди к сознательным каким-то действиям не готовы, а во-вторых, наиболее готовы те, где производство сохранилось и где люди более-менее нормально оплачиваются. Вот у нас сейчас врачи, все-таки врачебная сфера более-менее сохранились, ее совсем не уничтожишь, как ни крути. Вот машинисты метро, вот горэлектротранс, то есть такие точки, где пока производство живет. А на развальных производствах из вот этого бунта вырастет фашизм, а не коммунизм. Ну а дальше, что тут? Значит, конкуренция навязывает каждому индивидуальному капиталисту имманентные законы капиталистического способа производства, как внешние принудительные законы. И она заставляет его постоянно расширять свой капитал. Ну вот, заставляет. Но современная экономика, это экономика монополий, особенно в СССР. У нас многие предприятия монополисты, поэтому здесь вот, к сожалению, эта конкуренция, она не очень. И собственное личное потребление представляется капиталисту грабительским посягательством на накопление его капитала. То есть, тут получается по Марсу, что изначально капиталисты, они вообще не очень-то потребляли. Вот во времена Английской республики, когда там Кромвель в итоге стал протектором, даже объявили о том, что потомственный был протектор династии Кромвель, так наличное потребление достаточно скромно они расходовали. Вот Марс пишет, что до 1690 года существовало лишь очень немного, и даже вовсе не существовало капиталов 3-4 тысячи фунтов стерлингов, добытых в промышленности. Но приблизительно в это время или несколько позднее промышленники уже накопили деньги и стали строить себе каменные дома вместо деревянных или глиняных. В Манчестере еще в первые десятилетия 18 века фабрикант, угостивший своих гостей кружкой иностранного вина, вызывал торги и пересуды среди соседей. До появления машинного производства фабриканты, сходясь по вечерам в трактирах, никогда не потребляли больше, чем стакан пунша за 6 пенсов и пачку табака за 1 пенс. И в 1758 году увидели в первый раз, и это составило эпоху лицо, занятое промышленностью в собственном экипаже. А четвертый период, последняя треть 18 столетия, отличается большой роскошью и расточительностью, опирающейся на расширение предприятий. А вот перед этим, Маркс пишет, что в связи с распространением кредитов и так далее, на известной ступени развития некоторый условный уровень расточительности, являясь выставкой богатства и, следовательно, средством получения кредита, становится даже дировой необходимостью для несчастного, в кавычках, капиталиста. То есть, если ты хочешь, чтобы с тобой разговаривали, ты подъедешь к какому-нибудь форуму на дорогой машине. Или на большой яхтик. Да, ты будь одет, соответственно, ты там, пострижка должна быть соответственная и так далее. Тебя там должно дорогими духами пахнуть и все такое. Тебя там с тобой будут разговаривать, иначе с тобой твои будущие коллеги-капиталисты разговаривать не будут. Собромой, в общем, тоже, наверное, не разговаривали, пока у него яхта большая не появилась. Ну, тут нельзя не вспомнить Бориса Николаевича Гавшина, приехавшего на Петербургский экономический форум на Запорожье. Ну, тут так же сказано. Капиталист обогащается пропорционально своему личному труду и урезанному своего личного потребления, как собирать их сокровищ, но пропорционально количеству той чужой рабочей силы, которую он высасывает, и тому отвлечению от всех жизненных брак, которые он навязывает рабочим. Значит, ну и далее. Непосредственная эксплуатация труда сама стоит труда, как это известно всякому надсмотрщику над рабами. Это по поводу того, что это капиталисту много работает. Капиталист, если машина по производству прибавочной стоимости, прибавочный капитал. В капитал. Пытаются сказать, что делонакопление присваивается капиталисту, действительно занимающемуся производством, а делорасточение другим участникам в дележке прибавочной стоимости, земельной аристократии, лицам, получающим содержание от государства и церкви и так далее. Ну, это вот Генри Форд, например, говорит, что мы капиталистов все создаем, а финансовый капитал, банковский капитал, он все проедает. Так что это не ново. Вот. Это вот, что касается этой игровой третьей разделения прибавочной стоимости на капитал и доход. Теория воздержания. Все эти воздержанцы, тогда во времена Маркса их еще было много, сейчас, надо сказать, они уже и не котируются. Сейчас эти доходы и капиталистов, и топ-менеджеров крупных государственных компаний, они, в общем-то, известно, зашкаливают все разумные придеры, и, в общем-то, этого никто не стесняется. По сравнению со временами Маркса. Но, тем не менее, скряжется среди Диагарда, встречается там тот же Хьем. Это не у нас. Это не у нас. В Штатах-то как? У нас, наверное, тоже что-то есть. Вся случая, протестантство это проповедовало, когда оно там возникло в 17-м веке. Это. Отчеркнуло, что на итоге идея толкала, что накопление надо для накопления. Да, это все говорят, а это христианское, это о православии, это изначально. Значит, религия, она, да, религия, она обслуживает идеологические потребности правящего краса на определенном этапе. Сейчас я не думаю, чтобы это было широко распространено, но сейчас как-то модно, мне так кажется, может, конечно, мы смотрим то, что у нас здесь, как-то модно потреблять, не говоря уже о том, что о том в политическом характере капитала, о котором мы говорили. Значит, далее, четвертый пункт. Обстоятельства, определяющие размеры накопления, независимо от той пропорции, в которой прибавочная стоимость распадается на капиталы доход. Степень эксплуатации рабочей сиры. Производительная сира труда, рост разницы между применяемым капиталом и капиталом потребляемым. Величина авансированного капитала. Вот тут вот что мы видим. На связи с чего зависит норма прибавочной стоимости в первую очередь. От степени эксплуатации. От степени эксплуатации рабочей сиры. Да. Но вот Марс пишет дальше, что политическая экономия так высоко оценивает это обстоятельство, что зачастую смешивает ускоренный рост накопления под влиянием производительной повышения производительной сиры труда с ускоренным ростом его под влиянием повышенной эксплуатации рабочего. Вот это вот, надо сказать, может быть, Виктор Иванович он бы объяснил. Но мне вот кажется, что здесь повышенная эксплуатация рабочего. Вот если степень эксплуатации, она оценивается как отношение капитала, не отношение прибавочной стоимости к авансированному капиталу. То за счет чего? Не-не, норма прибыли. Это норма прибыли. Норма прибыли, да. Так степень эксплуатации. Это норма прибыли, норма прибавочной стоимости. Мы еще слово прибыль здесь в этом первом томе не знаем. Кто-нибудь видел здесь слово прибыль? Я не обратил внимания. Вроде нету. Вот. Ну и здесь заработная плата. И здесь, так сказать, это во многом Марс приводит вот доводы против повышения заработной платы. Заработная плата, говорит Миль, не имеет производительной силы. Это цена одной из производительных сил. Заработная плата, как и цена машин, отнюдь не участвует в производстве товаров наряду с самим трудом. Если бы труд можно было получить без купли, заработная плата была бы излишняя. Потому что все мы питались воздухом. Да. Но тут дальше Маркс пишет, что с одной стороны мечта каждого капиталиста – это получить такого рабочего, который максимально дешевый. С другой стороны он пишет, если бы рабочие могли питаться воздухом, их нельзя было бы нанять ни за какую цену. То есть, вот в том, что рабочий обладает потребностями, и он и вынуждает его наниматься капиталисту. Дальше, вот в самом конце первого тома Маркс ведет пример, как один капиталист вывез оборудование своей фабрики, и вместе с ним 3000 рабочих в Америку. А там они все разбежались, потому что там можно питаться воздухом. Взял ружье, пошел на стреляр дичи и так далее. Ну, без капиталиста можно обойтись. Это не ангде, где всякие законы, ты там пойдешь куда-то, тебя там отловят, и опять в работный дом отправят на фабрику, еще там и в тюрьму посадят. А там можно было золото пойти и снять. Да, что угодно. Часто какое-нибудь. Что угодно. Вот. Заветная мечта английского капитара. Исторически жизненная задача Англии, это часто цитируемый мной писатель XVIII века, автор эссе по продажам о коммерции, не знаю, какого фамилия, выдав заветную мечту английского капитара, заявив, что историческая жизненная задача Англии состоит в том, чтобы понесить заработную плату английских рабочих до уровня французских или голландских. Если наши бедняки хотят жить в роскоши, то, конечно, их труд должен быть дорог. Ведь волосы становятся дыбом, когда подумаешь о тех коросальных излишествах, которыми отличается потребление наших мануфактурных рабочих. Тут и водка, и джинн, и чай, и сахар. Заграничные плоды, крепкое пиво, ситцы, нюхательный, куличный табак и так далее. Вообще говоря, я тут с ним солидарен. За исключением чая, сахара, заграничных плодов и ситцев, тут пожар и все действительно какое-то такое потребление расточительное. Специально подбирают такие. Труд на целую треть дешевле во Франции, чем в Англии, ибо французские бедные несут тяжелый труд, умеренный в пище и одежде. Главные предметы их потребления сут хлеб, плоды, травы, коренья и сушеная рыба. Они очень редко едят мясо, и когда дорога пшеница, очень мало едят хлеба. Ну, это почти как у нас сейчас. К тому же, продолжает эссеист, их питье составляет вода и тому подобные срабые напитки. Естественно, почему это вода срабы и напитки? Вот. Они детей им тратят мало денег. Вообще, короче, у нас на работе зоротые люди работают. Ходят в руланых туфельках, и женщины там и на работе, и на работу, у них одна пара туфель, и вот зоротые люди. И далее вот следует знаменитый рецепт Маркса. Но Маркс здесь, конечно, не самого придумал. Он представляет поваренную книгу, наполненную всякого рода рецептами, указывающими, как заменить дорогостоящие нормальные предметы потребления рабочих дешевыми суррогатами. Вот особенно удачный рецепт от удивительного философа. 5 фунтов речменя, 5 фунтов кукурузы, на 3 пенса селедок, на 1 пенс соли, на 1 пенс уксуса, на 2 пенса перцу и зелени. Итога на сумму 20 и 3 четверти пенса. Получается суп на 64 человека. И надо сказать, что вот этот рецепт, взятый в том числе из капитала, он широко применялся и всюду, где надо было действительно, потребность была дешево накормить большое количество людей. И в армейских подразделениях, и на всякого рода работах. Но тут несколько, конечно, специфических вещей. Там ячмень, кукуруза, она, так сказать, не всюду есть. Но вот, тем не менее, это действительно вкусный суп. Вкусный, реально питательный суп на 64 человека. Так вот у Маркса можно и такое прочитать. Ну и дальше Маркс пишет. С развитием капиталистического производства фальсификация товаров сделала такие успехи, что идеары Томпсона стали излишними. То есть, в отличие от того, что мы едим, этот-то суп, он из натуральных ингредиентов есть сделан. Он полезен и, в общем-то, вкусен достаточно. Вот. Ну и дальше вот он много-много приводит примера, как нагибали рабочих. Вот. Но далее он пишет. Другой важный фактор накопления капитала. То есть, это вот у него как бы первая часть, как нагнуть рабочих. А теперь вот другой важный фактор накопления капитала есть уровень производительности общественного труда. То есть, если повышать производительность труда, то есть, снижать трудоемкость изготовления всякой вещи, еще раз, производительность труда не надо путать с интенсивностью труда, когда человек быстрее руками и ногами шевелит и быстрее бегает. Это именно величина обратной трудоемкости производства отдельного предмета. И таким образом, это вот второй фактор. Также труд переносит на продукт стоимость потребленных им средств производства. Стоимость и масса средств производства, приводимые в движение данным количеством труда, растут пропорциональному увеличению производительности труда. Следовательно, если данное количество труда присоединяет к своему продукту всегда одну и ту же сумму новой стоимости, то с ростом производительности силы труда растет та старая капитальная стоимость, которая при этом переносится на продукт. Но неудивительно, рабочий, работающий более производительно за счет более производительного оборудования, он, во-первых, это оборудование, как правило, дороже, чем было старое, менее производительное. Во-вторых, он больше потребляет материалов, всяких там и сопутствующих элементов, всяких там массер, эмоций и так далее. То есть, он больше потребляет вот это все и переводит на большее количество продукта. Если английские и китайские предельщики работают равное число числов с равной интенсивностью, то в течение недели они создадут равные стоимости. Однако, несмотря на это равенство, существует коросальное различие между стоимостью недельного продукта англичанина, который работает с помощью мощных автоматов, и стоимостью недельного продукта китайца, который имеет в своем распоряжении только ручную упряжку. В сотни раз большая сумма старых стоимостей, а почему они продукта придают больше? Потому что англичанин прибавляет в сотни раз большую сумму стоимостей. Разница здесь в том, почему англичанин производит большее количество продукта. Потому что он в него вкладывает больше потребностей. Да. То есть, труд в основе стоимости продукта лежит труд. При равной интенсивности труда англичанин и китаец произвели продукт равной стоимости. Да? Они труда потратили одинаково. Но почему же англичанин произвел во много раз больше продукта? Потому что, в частности, он во много раз больше потребив исходного. Тут Марс производит пример с шерстью и пряжей. Он гораздо большее количество шерсти перевер в гораздо большее количество пряжи. А стоимость одна и та же. То есть, чувствуете, что получается, что стоимость и тот, и другой добавили одно и ту же, а продукта англичанин произвел во много раз больше. Это значит что? Значит, продукт будет значительно дешевле, произведенный англичанином. И поэтому китайские ткачи, они отправились умирать, и жертв там было очень много, это их голода и так далее. А англичанин, он… И получается, и английским рабочим более доступен эта пряжа будет более доступна у них? Так то же самое. Да, получается, и что английскому рабочему дешевле будет обходиться та же пряжа. Да. Но нет, тут так нельзя сказать. Они и в Китай привезут эту пряжу, но с учетом вычета там на транспортные расходы. И китайские рабочие, пожалуйста, покупай дешевую пряжу английскую. Никто… Да, а кто мешает? Вот это два фактора, значит, это повышение степени эксплуатации, это снижение потребления рабочими и повышение производительности труда. И мы подошли к последнему пятому параграфу нашего 22-й гравы, так называемый рабочий фонд. Вот кто с этим разобрался, скажите, кто прочитал и разобрался. А он коротенькая грава на три странички, но я вот, надо сказать, не очень понял, что это за рабочий фонд и в чем здесь интрига. Время вышло, так что можно оставить на следующий день или нет? Ну, все-таки вот, может, коротко обозначим, кто-то может читал, что вот можно сказать про этот рабочий фонд. Что это такое вообще за рабочий фонд? Так называемый рабочий фонд. Ну, вот как говорили. Значит, если взять сумму, вычисляем сумму всех индивидуальных заработных плат, затем объявляем, что результат этого сражения представляет собой стоимость рабочего фонда, установленного Богом и природой почему-то. И, наконец, полученную таким путем сумму мы делим на число рабочих, чтобы снова открыть, сколько в среднем выпадает на долю каждого отдельного рабочего. Процедура эта чрезвычайно хитроумная. То есть, Марк здесь издевается. А в чем вот здесь идея-то? Для чего вообще этот рабочий фонд привлекли? Это с этим носились много, эти вульгарные политэкономы. Оборотный капитал страны, говорил некий профессор Фаусетт, это есть ее рабочий фонд. Ну, основной и оборотный капитал – это как бы термины, применяясь по отношению к тому, что Маркс называет постоянный переменный капитал. Это не совсем совпадающие понятия, но это очень близкие понятия. То есть, переменный капитал – это ее рабочий страны, есть ее рабочий фонд. Ну, здесь при капитализме переменный капитал, есть особая историческая форма, которая проявляется в фонд жизненных средствах. Это рабочий фонд, который необходим рабочий для поддержания с производства жизни, который при всех системах общественного производства он всегда должен производиться. Да, это-то понятно. А в чем интрига-то вот этого рабочего фонда? Ну, вообще, короче, у нас сегодня Виктора Ивановича нет. Я думаю, без него мы с этим не разберемся. Так что на следующем занятии мы начнем с этого. И Виктор Иванович нам это пояснит. А в ЦЕРа мы займемся в следующий раз. Горовой 23 – всеобщий закон капиталистического накопления. Горовая достаточно объемная, но надо будет, наверное, если мы ее всю прочитаем, то это будет хорошо. А потом пойдет, по-моему, последняя глава 24-я, так называемое первоначальное накопление. Да, слушайте, последняя глава это… А, нет-нет, еще есть 25-я современная теория коронизации, да. Но она тесно пересекается с первоначальным накоплением. Так что, ну, наверное, в этом году мы первый том не закончим, но вообще он, так сказать, уже близок к завершению у нас. Так что с чем можно всех нас и поздравить. Все, спасибо. Спасибо.